Ребята, всем привет! Вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. Я приехал в Топсе. Погнали смотреть город. И начнем мы нашу прогулку возле вокзала. Сюда вы можете приехать на любом автобусе. Я не знаю, откуда они идут, куда они двигаются. Я не езжу на автобусах, поэтому мне сложно вас сориентировать. Но смысл один, что в Топсе вы можете приехать на автобусе. Попадаете, получается, в самый центр города и отправляетесь на прогулку. Нас с вами сегодня ждет прогулка до Мортпортам. Посмотрим, как сейчас там дела. Потому что последний раз, когда я здесь был, здесь был еще не сезон. Хотя пляж функционировал. Просто было, по-моему, начало июня. Или даже конец мая. Не, начало июня. Вот, и плюс была дождливая погода. Пляж тогда вообще смывало просто волнами, разрушало. Вот, и, короче, было как-то не так все. И мне сказали, вот, ты приедешь сюда, когда здесь будет разгар сезона. Я думаю, что конец июля как раз и есть самый разгар. Поэтому я тут, чтобы вам показать. Это прям самый центр, я так понимаю, Туапсе. Давайте сейчас перейдем в дорогу и продолжим. Вот, кстати, туда уходит дорога на пляж. Поэтому не переключайтесь. Я сейчас прогуляюсь до Мортпорта. Посмотрим все там, а потом отправимся на машине уже до пляжа. Так, ну что, ребятки. Я вижу уже вывеску. Морской бульвар. Вот она. Как приятно сейчас было идти потяним. И даже себе не представляете. Снова солнце. Вот он, впереди Мортпорт. Здесь что-то грузят, перегружают. Стоят большущие корабли. Что-то куда-то везут, возят. Но нам это не нужно. Нам корабли не нужны. Я просто хочу вам показать здесь июльскую летнюю атмосферу. Здесь есть вот такой вот приятный, красивый сквер. установлен героем. Вот, например, да, генерал армии, Антонов. И вот каждый такой памятник в честь кого-то. Петров, Иван, Рыжов, Евграф. Вот здесь, в общем, с одной стороны. С другой стороны герои Советского Союза. Получается медаль, орден, как правильно это называется. Герой Советского Союза. И памятник, куда приносят цветы, венки на 9 мая. Либо почаще, точно я не знаю. Я как-то когда здесь гулял, здесь проводилась экскурсия. Но подслушать не удалось, потому что была погода не очень. А сами мы экскурсии никогда не берем, потому что с детками не походишь, не послушаешь. Но вот так это все выглядит. Указ президента Российской Федерации о присвоении ТОПСЭ почетного звания город воинской славы. Вот так вот, Путин. Вот. Интересно, слушайте, я думал это как-то давно, а это вообще недавно. Путин, получается, присвоил ТОПСЭ. Звание город воинской славы. Интересно. Так, здесь есть фонтан, где детвора, как в принципе и сейчас, они бегают и могут принять прохладу. Да, потому что нереально жарко, ребята, вообще очень, я не знаю, 32, наверное, на улице. Но, но, радует одно, что рядом море, нету больших бетонных построек, и жара здесь не так ощущается. Духота, точнее, наверное, так будет правильно сказать, как, например, в том же Краснодаре. В Краснодаре мы даже из дома выйти не можем, только вот буквально до магазина и все. Либо уже вечером, когда спрячется солнце, погулять. А здесь, в принципе, ну нормально, еще такой небольшой ветерокик дует, и хорошо. Вот такая вот площадь, люди вот так фотографируются в фонтанах. Да, я знаю, что не в каждом городе есть, в принципе, вот такие зоны с фонтанами, где можно просто взять и вот так вот освежиться. Есть здесь, кстати, каршеринг, господи, самокатный шеринг. Если вы приедете сюда отдыхать, то можно взять и просто без машины погонять. Здесь дорога, сейчас аккуратненько, оп, перебежим. И вот начинается такая достаточно красивая набережная. Она очень маленькая, очень компактная, но прикольная. Если спуск до колясок, всегда на это внимание обращаю. То есть с колясками здесь будет достаточно удобно. Вот видите, такой танкер стоит, клипер. Морюшко, давайте посмотрим. Чистое. Хотя нет, вот тут уже начинается грязь. Сюда, видимо, в эту бухту все заходит. Она, видите, как перекрыта раз-два, и все получается сюда. Вот еще такая же одна сценка есть. 300 рублей один человек, два человека 400, 3-4 500. То есть сюда встает человек просто. И кружится под музыку. И пока вы кружитесь, вам делают красивый видос в инстаграм. Ну, я думаю, вы уже знаете, что это такое. Так, здесь есть памятник легендарному экипажу миноносца Керчь. Вот, выполняющий задание Ленина. Здесь вот такой есть корабль, из которого сделали кафе. Вот, и небольшой парк аттракционов. Там никого нету. Он, наверное, функционирует. Но что-то как-то пусто. Пусто. Сейчас мы с вами... Да, он функционирует. Вот касса, все работает. Сейчас мы с вами доедем до пляжа. И посмотрим, как дела на пляже. Если там будет тоже малолюдно, я, честно, удивлюсь. В общем, погнали на пляж. Что, ребята, я приехал. Значит, припарковался. Здесь, смотрите, есть вот такая вот бесплатная парковка. А есть платная. Сюда люди тут приезжают купаться. Поэтому мы сейчас вместе с вами пройдем туда и посмотрим, как там. Вообще, да, мы когда здесь были, чтобы вы понимали, вот эта парковка была вообще пустая. Тут не было никого. Шлагбаумы еще вот эти не работали. Они были открыты. Поэтому нам удалось проехать на машине туда и там припарковаться. Здесь вот такая, получается, большая зона, где хочу, там паркуйся. Здесь вот крыши вот этой, это палатки, там всякие мороженые, надувашки. Вот еще мороженое. Здесь что-то строят, видимо. Что-то откроют. Такая здесь красивая река. Цвет реки очень клевый. И стоят катера. Сразу есть, ребята, теневой сквер, где вы можете погулять либо сами, либо со своим ребенком. По классике, значит, экскурсии. Можно уехать. Вот, даже в Абхазию отсюда можно уехать. Прикольно. Такси. Вот они сразу, видите, джиппинг. И есть схема центрального пляжа. Вот так вот. С 9 до 20 он работает. Но это не то, что его перекрывает. Просто с 9 до 20 дежурит... Надо, чтобы везде народ менялся. У нас такая работа. Дежурит... Господи, спасатели дежурят. Увидел эту птицу, опять вылетела из головы. Вова. В общем, они запретят этих торговцев животными. Так, тир. Здесь, да, здесь, короче, все так уже подоткрылось. Потому что, когда я здесь ходил, в последний раз было прям аж мертво. Ну, вот сейчас вот прям очень здорово. Все, прям приезжайте. Ребята, отдыхайте. Здесь вас ждут. Все готово. Все функционирует. Столовые с детскими игровыми. Отлично. Вот так вот. Всякие панамки, надуважки. Все есть. Сувениры, подарки, продукты. Будут, получается, прям отель вообще. Я не знаю, там, видимо, первая перегревая линия. Вкусы твои нации, это моя. Вот, люди ходят с флагом Грузии. Так. Вот мороженое шарик. 39 рублей. Была табличка, что они принимают карты. Вот был бы я с своими пацанами. Мы бы уже однозначно купили. Проверили, работают ли карты. Странно, продают одежду. Все закрыли. Правда, будьте здоровы. Чучкела висит. Но все в открытом, в открытом состоянии. То есть, кушайте совсем безопасно. Потому что пыль летит, оседает. Найде. Вы сразу покупаете. Хлопс съели. Ну и вот мы с вами попадаем на пляж. Море спокойное. Полный штиль. Красота. Вот она, кстати, скала Киселева. Мы туда ходили, ребятки. Гляньте. Выпуск. Здесь всякие продукты. Кафе. Бар. Есть пункт полиции. Туалеты. Даже есть горячий душ. Вот с этой стороны переодевалки. И людей, ребята, на пляже мало. Мало. Почему-то батут спустили. Надувной. Видите, вот там детская площадка. Воркаут площадка. О, прикольно какая. Вот, когда что-то ходит, продает. Так. Вот так туда. Здесь уже повеселее, конечно, гораздо, нежели как было до этого. 300 рублей стоит лежак. Здесь теневой навес. То есть, лежачок берете, туда уходите и отдыхаете. Вот такая атмосфера. Слушайте, ну здорово здесь. Шторма, когда нет, тут хорошо. так, здесь почему-то забор. Что-то закрыли. Вот, можете, видите, даже, Дима, колянчик заказать, собор взять. А люди, видите, идут туда дальше. видимо, там уже более дикие пляжи. Идут мои любимые, в кавычках, Чхпыхи здесь проходят. Вот она, железная дорога. А вон как раз Чхпых едет. Кто-то мне писал в комментариях, что сюда что-то там сливают, то ли канализацию, то ли еще что-то. И, мол, типа купаться тут то еще удовольствие. Ну, не знаю. Ну да, здесь вот порт получается. Вот мы были с той стороны этого порта, подальше. Вот в таком состоянии тут находится спуск на пляж, если у вас келяски, проще, наверное, по камням катить. Туалеты, души, все, конечно, платное, переодевалки, а вот душ бесплатный, но парень его пытается включить, видимо, видимо, он не работает. Ну, я не знаю, людей, людей немного. Либо сейчас уже самый пик обед и просто все с пляжа убежали, либо это здесь просто немного. Ну, мне кажется, просто из Топсе местные точно куда-то гоняют на свои секретные пляжи, а те, кто приезжает отдыхать в Топсе, они, да, они едут на этот пляж. Но, опять-таки, прошу заметить, что если там в самом начале людей было прям прилично, то вот мы с вами отходим, все дальше, 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 и людей ближе. О, спасатель. Видите, как дежурит? Он там спит или в телефон играет. Вот, конечно, безответственно. А, может быть, ничего не делать, потому что море штильное, тем не менее, если он выбрал быть спасателем, то, мне кажется, нужно следить за морем и за ситуацией, что там. Да, а здесь, вот видите, какую-то зону сделали, то ли это для детей, то ли это техническая зона, но получается, что там уже камни. Сейчас дойдем, посмотрим, если здесь будет такой, какой-то нормальный заходит, дикий такой пляжик, то, наверное, искупаемся, не хочу купаться там, где много людей, плюс, когда еще это город. Я не совсем любитель городской структуры, точнее, купальня в городе. Вот она набережная идет, ну, она такая, ну, набережная, просто пустая, глухая, как говорится, набережная. Люди чилят в бунгалах, корабли стоят, парашют летают, собственно, все как должно быть, да, наверное. Вот, и тут вот такой еще есть пляж, камни навалены, вот, ну, здесь уже, по-моему, немножко получше, что ли. Вот, на море чистенькое, кстати, даже, я бы сказал, что очень. ну-ка, пробуем. Слушайте, это нормальная вода, кстати, не холодная. Вот столько людей на более диких местах. Немножко покажу вам набережную, так она выглядит. вот здесь вот заканчивается пляж, то есть вот это вот, это все так называемый дикий пляж, здесь нет спасателей, здесь никто за вами следит не будет. Такая уютная набережная, вау, ну, прям нормально, можно погулять, здесь можно покупаться, и да, мы сейчас с вами искупнемся. так, ну что, я готов искупаться, нереально нагрелись камни, просто очень-очень сильно, а вода какая чистейшая, ребятки, вы только посмотрите. Ладно, мы сейчас нырнем и посмотрим, как оно. Ладно, очень теплое, у него какой-то запах водорослиный, либо то, что тут сливают. Ладно, давайте ныряем, посмотрим. Раз, два, три. Она нереально теплая. Единственное, что я говорю, такой какой-то запах у меня специфический, но я думаю, из-за того, что были дожди, и вот это, видите, все водоросли, палки, жмалки, мусор, вот это все набило, но сейчас, мне кажется, оно очистилось. Ой, ладно, ребята, вот такой вот выпуск у нас на вами получился. Шикарное Туапсе. Кто думает сюда приехать отдыхать, я думаю, смело приезжайте. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Умеряем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.